Девушки отдыхают Депутаты облдумы внесли изменения в региональное избирательное законодательство На зарядку «Становись» в Рязани инженеры приборного завода зарядили электромобиль устройством собственного изобретения Научный подход областной центр посетили специалисты-медики из центральных регионов России Ну а теперь обо всем подробнее Сегодня состоялось очередное заседание Рязанской областной думы Наиболее актуальные вопросы, которые обсуждали депутаты регионального парламента, были связаны с изменением выборного законодательства Подробнее о ходе заседания в репортаже Оксаны Тебенихиной На очередном заседании областной думы депутаты в первую очередь обсудили вопрос, связанный с изменениями в региональном бюджете Дело в том, что из федерального бюджета в областной поступили средства, которые будут направлены в первую очередь На господдержку муниципальных объектов культуры, находящихся в сельской местности Кроме того, предлагается перераспределение финансов по отдельным позициям расходной части областного бюджета Кроме того, средства будут направлены на проведение трех больших юбилейных торжеств Это в первую очередь 70-летие Победы, 120-летие со дня рождения Сергея Есенина И 200-летие со дня рождения святого Феофана Вышинского Помимо этого, финансирование будет направлено на счета регионального фонда по капитальному ремонту многоквартирных домов Также на заседании депутаты утвердили список кандидатур от областной думы в региональной общественной палате Комитет рекомендует предложить подключение в состав общественной палаты Рязанской области от Рязанской областной думы 12 кандидатов Помимо этого, депутаты расширили форму работы этой общественной организации Они приняли изменения в областное избирательное законодательство Главным из которых стало введение досрочного голосования Досрочное голосование более удобно для граждан Поскольку он имеет право и у него будет время прийти в избирательную комиссию и проголосовать И отменили открепительное удостоверение Поскольку в этом случае человек приходится в два раза И ведет к тому, что не в своем округе можно Поэтому комитет считает, что это будет нормально из практики проведения закона По мнению законотворцев, нововведение позволит повысить явку избирателей На эти дни в Рязань съехались светила медицинской науки из центральных регионов России У нас они проведут два дня и обсудят те проблемы врачебной помощи, которые на сегодняшний день наиболее актуальны Эта научно-практическая конференция имеет поэтическое название «Мещерские встречи» Где помимо официальных докладов медики пообщаются и в неформальной обстановке В Рязанском медицинском университете стартовала научно-практическая конференция «Мещерские встречи» Это довольно представительный научный форум Ведь на него съехались специалисты медики из центральных регионов России Чтобы обсудить наиболее актуальные теоретические и практические проблемы Стоящие сейчас перед медицинским сообществом В Мещерских встречах принимают участие многие специалисты ВУЗа и, конечно же, практического здравоохранения области И мы надеемся, что тот большой, богатый опыт, который наработали специалисты разных областей России Будет востребован и практическим здравоохранением тоже И для ВУЗа, в частности, это тоже хорошая веха совершенствования своей работы со студентами Такое мнение разделяет и замминистра регионального Минздрава Елена Большакова В своем приветственном слове к участникам научного симпозиума «Мещерские встречи» Она подчеркнула необходимость улучшения врачебной помощи, в том числе и высокотехнологичной В Рязанской области есть чем поделиться, поскольку выстроена система управленческая Система оказания медицинской помощи трехуровневая Именно от профилактической медицины, диагностической, лечебной, реабилитационной И пациент четко идет по маршрутизации от профилактической медицины До получения специализированной и высокотехнологической помощи В программе научной конференции заявлены доклады по актуальным вопросам диагностики И лечения заболеваний внутренних органов, неонатологии, педиатрии и акушерства Сейчас в Рязанском регионе, впрочем, как и во всей стране Создана трехуровневая система родовспоможения И вместе с открытием перинатального центра докторам удалось добиться Значительных успехов в выхаживании новорожденных детей Нам очень важно видеть, как работают наши коллеги Как они добиваются тех хороших показателей, которые у них существуют Ведь в Рязанской области произошло снижение младенческой смертности в 2014 году На 30% по сравнению с 2013 годом Это очень хороший прорыв к работе Его нужно закрепить Эти практики необходимо продолжать внедрять В то же время есть пока проблемы с материнской смертностью Надо делать определенные организационные выводы Учиться, обмениваться опытом Мы сегодня здесь для этого находимся Кстати, помимо научных исследований Участники конференции на своих секциях Собираются обсуждать и организационные вопросы Деятельности лечебных учреждений Чтобы медицинские услуги стали доступнее для простых жителей В последние годы все большее значение для городской среды И для горожан приобретает вопрос экологии Чистого воздуха, питьевой воды и отсутствия вредных выхлопных газов В последнее время лучшие умы планеты пытаются решить эти проблемы А одним из возможных ответов на надвигающуюся угрозу Может стать замена автомобилей, оснащенных бензиновыми двигателями На безопасные электромобили Сотрудники Рязанского приборного завода Вносят большой вклад в развитие электрифицированного транспорта Инженеры завода демонстрируют первый в России образец зарядного устройства Как на выставках инновационных технологий Так и уже находят ему применение на практике Сегодня они показали возможности установки фора нашей съемочной группе Это опытный образец первой российской зарядной станции для электромобилей Произведена она здесь, на Рязанском приборном заводе По своим техническим характеристикам установка не уступает зарубежным аналогам Позволяет заряжать электромобили любых производств И вскоре позволит решить задачу импортозамещения Сейчас на базе Рязанского приборного завода Создано три опытных образца электрозарядной станции фора Тип медленная зарядка, экспресс-зарядка И двухпостовая для зарядки одного и двух электромобилей соответственно Сейчас ведем переговоры еще, чтобы вторую, в частности, станцию, которая здесь стоит Поставить на испытания уже в Россети Пока ведем переговоры И, по крайней мере, они нам дали положительный ответ Но готовиться будем Ну а, в принципе, мы сейчас начинаем уже работу Активную фазу, так называемую По разработке конструкторской документации И началу серийного производства Но для начала пока то, что наиболее интересует заказчиков в виде Россети То, что можно им предложить, это зарядку медленную Хотя со стороны завода «АвтоВАЗ» имеется тоже предложение По ускорению развития и экспресс-зарядок Этой весной Москва уже приступила к тестированию опытного образца Полномасштабные исследования продлятся до конца 2015 года А предложение специалистов послужит основой для доведения Новой российской электрозарядки до серийного производства Начало, как бы, идеология всей этой работы Она где-то была в 2011 году положена Ну, год, наверное, на рассмотрение всевозможных вариантов Где мы себя видим в этой, как бы, работе Какие возможности у нас есть Закончили с тем, что в 2012 году у нас состоялся контакт с «АвтоВАЗ» И в результате этого контакта мы попытались и сделали, так сказать, установку Силовую установку быстрой зарядки электромобиля «Эллада» С другой стороны, появляется серьезная информация о том Что есть разработки, позволяющие при том же весе аккумуляторных батарей Иметь, ну, скажем, у «Эллады» сейчас пробег составляет 160 километров на полном заряде Но сейчас есть разработки, в том числе, например, Мочесецкого технологического института И других там учреждений, которые говорят о том, что полный заряд аккумуляторов При весе в 200 килограмм обеспечивает до 1000 километров пробега Тогда, конечно, электромобиль уже становится вне конкуренции Относительно подключаемого гибрида И, ну, вопрос перспективы Универсальное зарядное устройство «Фора» будет обеспечивать параметры зарядки На уровне лучших мировых образцов А также сможет легко адаптироваться под электромобили разных производителей Такие как Тесла, Митсубиши, Автоваз Сейчас, в общем-то, водитель подключил свой электромобиль к зарядной станции «Медленный» Таким образом, что с помощью RFID-карты он получил доступ к электросети И, подключив электромобиль, он приступил непосредственно к получению электроэнергии на электромобиль На индикаторе можно увидеть, как электроэнергия отпускается И идет, значит, от индикации отпущенной электроэнергии После окончания, когда процесс закончится С помощью приложения RFID-карты к соответствующей зоне зарядной станции Происходит открывание люка станции И таким образом выдергивается вилочка И электромобиль, уже соответствующий полным баком электроэнергии, может спокойно уезжать Владелец электрокара говорит, что это не единственное авто в его гараже Так как, по его мнению, электромобиль подходит больше к летнему времени года На зарядку такого авто уходит где-то час Для этого у нее есть автомобильная зарядка штатная 220 вольт Она заряжается порядка 10 часов То есть, составляя на ночь, она заряжается А в процессе приобрел приборного завода, приобрел зарядное устройство Которая заряжает быстрый заряд на 380 вольт Очень довольный По мощности она все то же самое, как и обычная колина То, что у нее разгон идет по, если это у обычной колины 7 секунд То это 10 секунд, 3 секунды разница, там 100 километров Это незаметно Сказал бы, она более приемистая, поэтому не надо получать скоростя Не все остальное Ну, довольно быстро По оценкам экспертов, потребность России в зарядной инфраструктуре Оценивается как минимум в 500 тысяч зарядных станций всех типов Сейчас в мире насчитывается около 300 тысяч электромобилей В 2020 году доля электромобилей может достигнуть 10% от общего числа автомобилей в мире И в продолжение автомобильной темы Рязанские дорожные полицейские проводят занятия с детьми, чтобы напомнить маленьким участникам дорожного движения правила безопасного перехода через дорогу Проводятся, разумеется, эти уроки в игровой и понятной ребятам форме Знать и соблюдать правила дорожного движения должен каждый, так говорят, и с этим не поспоришь Это касается не только водителей, но и пешеходов, которые довольно часто выбегают на красный свет Переходят дорогу в неположенном месте и этим подвергают опасности как свою жизнь, так и создают аварийные ситуации на дорогах Элементарным правилам дорожного движения лучше обучать еще в детском возрасте Так, в 69-й школе прошел городской этап всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» Основной задачей данного конкурса является прививание детям основ правил дорожного движения и снижение детского дорожно-транспортного травматизма Ученики с 10 до 12 лет демонстрировали знания правил дорожного движения С поставленными задачами ребята справлялись весьма успешно На самом непосредственном конкурсе проходили несколько этапов, которые заключались в знаниях основ правил дорожного движения Затем умение применять их на практике, то есть на автоплощадке на велосипедах, где здесь катались Знания основ медицины, то есть отказания первой помощи Каждая команда состояла из четырех человек, два мальчика, две девочки Все участники получили памятные призы, а финал областного соревнования пройдет в конце марта в лагере «Солнечный», победители которого отправятся уже на всероссийские соревнования А теперь о спорте В областном центре на этой неделе стартовала декада физкультуры и спорта Теперь на протяжении весны состоятся различные массовые мероприятия Которые, разумеется, будут направлены на привлечение горожан к здоровому образу жизни В администрации города состоялась пресс-конференция, на которой был озвучен список мероприятий Их, кстати, будет ни много ни мало 40 Планируемых к проведению в рамках так называемой декады здоровья и спорта Мы всегда учим, что болезнь легче, чем ее лечить Поэтому наша с вами главная задача Все работники в сфере физической культуры и спорта Укрепить то здоровье, которое заложено в генах наших родителей, каждого ребенка Укрепить, поддержать и по возможности, если у ребенка есть все-таки талант И есть талант тренера, мы можем его довести до лимфейских медалей 1 апреля в День смеха в парковой зоне у Рязанского Кремля пройдет физкультурно-оздоровительный массовый первоапрельский забег в рамках городского проекта «Бежим круглый год» Новинкой станет фестиваль спортивного кино «Спортстарт» Все желающие смогут посмотреть бесплатно в кинотеатре «Пять звезд» фильмы на спортивную тематику Декада здоровья и спорта организуется в рамках Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля Проходит он в нашем городе уже на протяжении 20 лет Количество мероприятий, посвященных этому дню, постоянно увеличивается В этом году они пройдут в течение месяца с 24 марта по 25 апреля На этом наша информационная программа подошла к концу Ну а далее в эфире программа подробностей Гостем в студии станет начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова И речь в беседе пойдет о праздновании Дня работника культуры в нашем городе А на сегодня с новостями это все И до встречи в эфире Уважаемые жители города Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания Напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии В том числе предоставленной на общедомовые нужды Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова